Доброго дня! Сейчас вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале «Самарагис». Это программа о животных, в основном о бродячих, брошенных нерадивыми владельцами и рожденных под открытым небом. Мы, конечно, стараемся, по крайней мере, информационно помочь пристроить собак и кошек, найти посредством нашего эфира и эфировидеовизиток новых ответственных владельцев. Ну и, конечно, обсуждаем с гостями студии, как решить эту проблему. Итак, небольшой анонс. Сегодня сегодняшняя программа. Первый – это, конечно, видео-визитки, которые вы увидите через минут 7-8. И еще раз напомню, что мы транслируем их на протяжении месяца в разное время, по несколько раз. Далее. Сюжет с выставки собак из приюта под названием «Друг человека». Сегодня мы расскажем вам о новом виде спорта или увлечении в спортивном собаководстве. Ноузворк. Нюхать или искать носом. И, конечно, беседа в студии с гостем. Сегодня у нас Татьяна Сучкова, председатель автономной некоммерческой организации «Кот-бегемон». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. А вот скажите, вот приют – это все-таки как бы панацея с главной задачей бороться с бродячими собаками или нет? Или это будет так уже надолго-надолго, на долгие годы, так и останется, что нам нужны, нужны будут приюты? И все больше, больше и больше. Какая задача приюта вообще? Задача приюта, я думаю, что дать временный дом животным. То есть это должен быть перевалочный пункт между тем, что животное оказалось без дома по какой-либо причине, и тот момент, когда оно окажется в новом доме. Вот эти приюты, они больше должны быть для кого? Для бродячих бездомных и беспородных собак? Или все-таки, как вы сейчас говорите, при волочном пункте, для собак, может быть, все-таки породистых и тех людей, которые, ну, по каким-то жизненным обстоятельствам не смогли дальше держать собак, там, ну, человек умирает, там, или они переезжают в другой город, нет возможности взять собаку, да? Наверное, для тех и для тех. Ну, а у нас все больше и больше становится собак бродячих, или все-таки сейчас как-то выравнивается положение с их численности? Мне кажется, что за последний год, мне кажется, даже меньше стало бродячих собак, ну, по моим ощущениям лично. Кого больше вы содержите? По численности я имею в виду, кошки или собаки? У нас больше кошек, у нас больше сотни кошек, мы на самом деле небольшой приют, больше сотни кошек и 20 собак всего. Ну, вот так вот примерно. А как-то удается вообще этих собак и кошек определять куда-нибудь? Ну, мы пристраиваем, конечно, да. Мы едем на выставки, мы размещаем информацию в соцсетях, к нам люди приходят, и таким образом мы пристраиваем в добрые руки. В основном, конечно, кошек, потому что кошек у нас больше, ну, и собак у нас тоже забирают. А вот скажите, все-таки, если человек увидел собаку, и вот ему стало жалко эту собаку, все-таки ее стоит определять в приют? Или можно так покормить ее и содержать? Она в том районе, в котором она живет, там, допустим, на дачных массивах и так далее. Стоит ли забирать эту собаку домой или вот определять ее в приют? Ну, в приют не обязательно забирать. Можно помочь на улице также, тем более, если, например, на дачных массивах в тот момент, когда не зима. Можно, например, стерилизовать животное для того, чтобы не родилось еще больше. Вот. Можно попробовать искать дом точно так же. Можно с улицы искать дом. Но если у тебя дома никого нет, мне кажется, можно элементарно забрать к себе домой это животное. Да. Вопрос только, что оно приучено ходить в туалет только на улице или только дома? Они очень быстро приучаются, особенно кошки. Для кошек вообще проблем нет. Любая уличная кошка буквально, ну, день-два, и она уже поймет, что такое горшок. У меня мой первый кот, первый, в смысле, в настоящий момент он первый, потому что есть еще второй, вот, он уличный, он подобран волонтером из-под машины. Он не знал, что такое горшок, он приучился. Прекрасный, ему сейчас почти шесть лет. А вот эти специальные наполнители, они что, как-то привлекают кошку, да, ходить в туалет именно в лоток? Ну, мы учились с помощью песка, потому что он у нас был уличный, ни на какие наполнители он не реагировал. Я насыпала ему песок, он по аналогии с улицей ходил в песок. Потом я убирала, убирала песок и заменяла на наполнитель. В принципе, любая кошка, у которой есть, ну, разум, она очень быстро поймет, что нужно ходить в определенное место. Тем более, что кошки, они очень, ну, очень чистюли. Просто так кошка не будет ходить там везде по всей квартире в туалет. Вот, ну, и собаки, в принципе, тоже думаю, что, ну, большую часть собак приучить ходить на улицу, мне кажется, тоже особой проблемы нет. А у вас есть какие-то любимые собаки, любимые кошки, вот, в вашем арсенале, в вашей армии? Да, конечно. Ну, конечно, я же живой человек. У меня есть любимые собаки в приюте, у меня есть любимые кошки в приюте, вот. Ну, как бы я так-то их всех люблю, но, естественно, у меня есть любимчики, скажем так, которых я выделяю. По каким критериям вы определяете и назначаете вот это мое любимое животное, а это вот нелюбимое по вредности, по поведению? Ну, кстати, вот интересно, что вы сказали про вредность. На самом деле, моя самая-самая-самая любимая кошка, она очень вредная, она много лет живет у нас в приюте, ее ни разу не забирали, именно из-за характера, потому что она вредная. А вот как вы думаете, вот собаки, кошки вообще, ну, они с удовольствием уйдут из приюта, если вот их дверь открыть, и оно побежало? Или они все-таки будут уже возвращаться в этот дом? Если дверь открыть и это, они не убегут, это сто процентов. Ну, по крайней мере, у нас был случай, неоднократный даже, но были так, что срывались поводка, особенно во время салютов. Вот, у нас, в принципе, все они возвращаются обратно, бегут в приют, сломя голову даже. Для них это дом. Да, для них это дом, они как бы, ну, четко знают, куда бежать. Что, если, например, салют взрывается, какой-то испуг, то нужно бежать домой, то есть в приют. Спасибо большое, Дан. Вот видите, даже и кошкам, и собакам нужен свой дом. Итак, время подошло к просмотру видеовизиток. Еще раз обращаю внимание, что мы транслируем их по несколько раз в день на протяжении двух-трех недель. Итак, смотрим видеовизитки. Посмотрите и обратите внимание на данную кошку. В настоящее время ей ищут хозяина. Ее прямо сейчас готовы отдать из кота приюта домой. Хорошему ответственному владельцу. Красивый коричнево-браморный цвет с оттенками черного и перышками белого цвета. Период адаптации у нее в новом доме может немного затянуться, но в целом она не очень хорошо относится к другим животным. Ее лучше все-таки единственная кошка. Я не скажу, что она прям их сильно задирает, но по носу может дать разочек. К людям она очень ласковая, очень прям такая контактная. Любит, когда ей гладят животик. То есть она без человека не может. Она почти кошка прилипала. Посмотрите и обратите внимание на эту кошку. Она готова к домашнему содержанию. Стерилизована, приучена к лотку. И ее зовут Пуанцетти. Заберите Пуанцетти домой. Звоните 8 927 651 2195. Посмотрите на эти грустные глаза. Эта собака ждет своего владельца и готова уйти прямо сейчас из приюта. Зовут ее Веста. Полтора года назад вместе со своими братьями и сестрами попала в приют. Из этого помета осталась она одна. Сейчас Весте 2 года. По характеру это собака-компаньон. То есть собака, которая будет общаться с тобой. Она любит детей. И вообще такая общительная, человекоориентированная собака. Собака вот для семьи. Посмотрите еще раз на бедняжку. Веста очень хочет домой. Сделайте ее счастливой. Звоните 8 927 701 36 38. Обратите внимание на эту собаку благородного вида. Зовут ее Мишель. Ей около 3,5 лет. Чуть больше года назад ее нашли в дачном массиве около поселка Алексеевка. После рождения щенков она оказалась ненужной своим прежним хозяевам. И волонтер, и просто добрый человек Людмила Стрельченко решила забрать ее на время домой. Окормила, подлечила и стерилизовала. И сейчас этой собаке по кличке Мишель нужен свой владелец и домашний уют. Конечно, собака очень добрая, спокойная, интеллигентная. Диванная, любит на диване спать. Вот как в любую квартиру придет и сразу на диван. Как будто вот она родилась. Хотя, в общем-то, я говорю, замашки такие дворянские у нее. Собака, еще раз говорю, домашняя, именно по характеру, очень спокойная, интеллигентная. И ведет себя очень красиво. Нигде по сравнению не нагадит, не укусит. Этой собаке срочно нужен свой владелец. Заберите ее домой. Она готова уйти из приюта прямо сейчас. 8-92-76-577-246 Необычно красивый цвет. Браморный черный с коричневым отливом и белым пятнышком на груди. Этой кошке нужен свой добрый и ответственный владелец. Зовут ее Сибил. Ей около двух с половиной лет. Она приучена к лотку и к домашнему содержанию. Она у нас уже участвовала в фотосессии. То есть адаптация у нее проходит очень быстро. Она очень контактная. И по отношению к людям, и по отношению к детям. То есть такая прям... Идем. Давай, давай. Да, она очень интересная. Помогите найти этой красивой кошке свой дом и хорошего владельца. Заберите кошку из котоприюта домой. Звоните. 8-927-651-2195 Итак, главное, о чем я хочу сказать. У большинства людей сложилось мнение, что собаку или кошку нужно брать только в самом юном возрасте. Отдирать чуть ли не от соска матери. Тогда собака будет преданной и, как говорится, своя в доску. И никуда не убежит. Нет, уверяю вас, это народные домыслы безосновательные, не имеют реального практического подтверждения. Даже в год и два года, когда берут животных, если за ними хороший уход, их ласкают, с ними играют, кормят и хорошие добрые отношения, собака и кошка будут также преданы к вам и даже больше будут бояться отойти от вас, чтобы вы ее не взначай не бросили. Итак, мы говорили с вами ранее, что за новый проект со школьниками? Сейчас наступает время летних каникул. Расскажите, пожалуйста. Мы проводим уроки добра. Это проводится со школьниками и со студентами, в том числе колледжей. Уроки добра проводятся и на базе приюта, и на базе кота-кафе. Мы рассказываем о том, как себя правильно вести с бездомными животными, как можно помогать, кто такие волонтеры вообще, в принципе, не только зооволонтеры, но вообще, кто такие волонтеры. Рассказываем о волонтерском движении в России. Ну и учим, в принципе, что такое добро. Вы сказали, что вы учите общаться с дикими собаками, кошками. А скажите, допустим, есть ли какие-то правила или какие-то инструкции вы даете на этих занятиях, как вести себя, когда человек или ребенок попадает в окружение стаи бездомных собак? Ну, обычно мы рассказываем на уроке добра. Обычно я буквально 3-4 минуты посвящаю именно тому, что рассказываю о том, как себя вести, если в себя окружила стая собака. А как себя вести? Скажите, пожалуйста. В моем понимании нужно показать уверенность. То есть, что ты их не боишься. Собаки, как любое стайное животное, они чувствуют страх. Не нужно бежать, не нужно махать руками, не нужно громко кричать. Вот и все. Если ты уверен в том, что ты их не боишься, то, соответственно, они на тебя не нападут. Ну, и как человек, работающий с животными, я знаю, что всегда нужно ориентироваться на вожака. А вот скажите, пожалуйста, вот такие вот уроки добра, они как-то откладывают у детей какие-то воспоминания, какие-то ассоциации? Вообще, в принципе, они помогают детям стать добрыми. И в каком возрасте нужно приводить ребенка, чтобы ребенок посмотрел, что все-таки как-то приют это не так хорошо, на мой взгляд. Ну, мне кажется, что уроки добра обязательно оставляют впечатление. Можно, в принципе, наверное, с любого возраста, ну, скажем так, со школьного, когда дети уже понимают, что такое плохо, что такое хорошо. Вот. Мне кажется, с этого момента нужно, да, приводить. А насколько вот дети концентрируются на том или ином животном, и есть ли какие-то эмоции от детей? Конечно. У детей на самом деле огромные эмоции, и очень, ну, вот такие, скажем, положительные. Я посмотрела, как себя дети ведут на уроках добра. Очень многие дети, прям вот, они, видно, что их тянет к животным, что они, ну, вот готовы подарить свою любовь. И недавно мы проводили тоже со школой, к нам приезжали из школы, и девочка сказала, мы обязательно с родителями придем. Вот. И действительно, у нас были такие случаи, когда вот после таких занятий к нам пришла семейная пара с их ребенком, забрала у нас из приюта собаку. Вот так даже, да? Да. А кого, кстати, больше забирают, кошек или собак? Кошек. Кошек, да? Да. Ну, с ними легче. Вот, кстати, то, что я вот сказал все-таки фразу, вы, по вашему мнению, действительно надо собаку или кошку забирать в возрасте, там, не знаю, двух-трех месяцев, чтобы она была преданнее к человеку или нет? Нет. Нет, мне кажется, в любом возрасте можно... Вот люди иногда боятся забирать полтора-два-три года, говорят, ой, это уже не моя собака, все. А вот, как и по опыту, когда смотришь на вот такого хозяина, который взял собаку, там, в 3-4 года, она, кажется, еще преданнее к своему хозяину. Да. Ну, это действительно так. Я не знаю, это просто действительно предубеждение, что только надо котеночкам или щеночкам брать. На самом деле, чем старше кошка или старше собака, и в этом нет ничего такого, если ты к нему с добром относишься, к животному, и оно к тебе будет с добром. У меня тоже, в принципе, практически все мои животные, которые дома у меня, они все взяты в достаточно взрослом возрасте уже. Вы знаете, я еще раз вернусь к теме уроков добра. Все ли дети воспринимают действительно это как урок добра, и все ли дети одинаково относятся с такой любовью или со страданием к животным? Нет. Вы как-то не все? Нет. Нет? Не все. Это сразу видно, в принципе. Вы видите же по детям, да? Видно же? Да, сразу видно. Что, какие настроения? Как они проявляются? Ну, есть дети, которые действительно, вот они взяли там кошку или там пошли гулять с собакой, и прямо видно, что им это вот удовольствие приносит, и что они это. А есть случаи, когда видно, что они отстранены от этого. Тоже из последних уроков добра у нас стоял мальчик из группы, из всей, он стоял отдельно. Он никому не подходил, никого не гладил, никого не трогал. Когда там что-то ему сказали, он сказал, я брезгую. А, вот так. Это, как вы считаете, это что, воспитание и информация от родителей идет? Ну, я думаю, что да, из семьи. Сейчас каково положение с определением собак? Прошла вот эта эйфория года два назад, которая началась, да, в момент наивысшего пика пандемии. Люди, естественно, искали и брали собак для того, чтобы выгуливать их и сами себя выгуливать с этими собаками. Сейчас как-то вот этот спад пошел или, наоборот, все ровно осталось по числу животных, которых забирают к себе домой? Мне кажется, ну, по количеству собак, я хочу сказать, мне кажется, все примерно на одинаковом уровне осталось. Каких собак больше всего берут? Активных или таких спокойных, пассивных по жизни? Как человек приходит и выбирает собаку? Вообще разных берут. Выбирает по велению, наверное, сердца, скажем так. У нас, ну, вот насчет кошек могу сказать, у нас больше кошек, поэтому люди приходят иногда, они видят фотографию в соцсетях и говорят, я хочу, например, вот эту кошку. Приходят, берут на руки другую кошку и говорят, нет, это не моя кошка. В феврале у нас забрали из приюта собаку. Молодой человек ездил целенаправленно к другой собаке. Он ездил, он привозил ему подарки, он гулял с ним. В итоге так получилось, что он забрал совершенно другую собаку. Он сказал, это не моя собака. А вот та собака, которую он забрал, причем он вот на нее, мне казалось, особо и не смотрел. А в итоге вот он и выбрал именно другую собаку. Последний короткий вопрос. Вот как раз приходят люди, те, которые в возрасте, я не знаю, там, 45, 50, 60 лет или все-таки больше молодежи приходят? И такие, и такие приходят. Ну, вот по собакам в основном последние наши, кто у нас забирал, это молодые люди. Спасибо большое. Предлагаю перейти к сюжету. И, товарищи, когда берете собаку из приюта, пожалуйста, нужно понимать, что с одними особо заниматься и не нужно в силу характера и темперамента, а вот с другими стоит походить на занятия. Все собаки разные и одна, как говорится, умная. Другая забыла взять разум у Бога. Ну, кроме дрессировки, есть еще и много интересных спортивных увлечений с собаками. И давайте посмотрим сейчас сюжет. А как вы считаете, ей вообще нравится? Да, ей очень нравится. И мне тоже. А вы завели собаку, дрессировали ее, но не знаете, куда пойти. В наше время существует множество всевозможных спортивных состязаний. Ну, например, совсем недавно появилось направление Ноллзворк. Что это такое? Давайте посмотрим прямо сейчас в нашем сюжете. Можно подумать, что это выставка лежачих шляп, или их выбросили за ненадобностью, или это игрушка для собак, которые выбирают себе шляпу на свой запах и вкус. Но эта непонятная сцена лишь первые минуты. Как только начинается действие и комментарии, становится все ясно, что происходит. Обратите внимание, как собачка ищет. Она обнюхивает все шляпы и пытается найти необходимый запах. И верно, не угадали. Давайте поддержим аплодисментами. Молодцы, справились. Само по себе направление применения собаки в поиске вещи или искомого запаха, данного заранее понюхать собаки, не новое дело. Вот только раньше это было прерогативой только служебно-розыскных собак. Сейчас это направление стало доступным и выделено в отдельный вид спортивного собаководства. Нолзворк – это кинологический вид спорта, где собаки ищут определенные запахи. Корицу, гвоздику, апельсин. Сегодня был самый простой класс, нулевой, где собаки искали запах корицы. В классах предметы и транспорт. А сколько вообще всего классов в виде спорта? В нулевом классе всего представлено 4 класса, 4 точнее категории. Это предметы, транспорт, помещение и открытый воздух. Поиск среди одинаковых предметов одного-единственного запаха, данного перед стартом. Дали собакам понюхать, к примеру, запах корицы и спрятали под одну из шляп. А транспорт или техническим средством в этот раз была коляска, куда также прятали шарик с запахом корицы или апельсина. Надо отметить, что ноузворком могут заниматься все породы собак без исключения. Лишь бы не супертемпераментный холерик или спящий меланхолик. С этим типом высшей нервной деятельности придется ой как сложно. А что касается в плане выбора породы для занятий ноузворком, так это увлечение по силам и породистым собакам, и просто дворняжкам. Мы ее взяли с щенком, мы начали с ней заниматься, потому что она у нас очень активная, очень веселая и очень сложно концентрируется. Поэтому мы с ней начали заниматься в том числе ноузворком. И это ей помогло взаимодействовать с хозяином, больше обращать внимание на то, что я ей говорю. И в принципе мы с ней нашли контакт, и нам стало жить гораздо лучше и веселее. Все больше становится людей, которые, взяв собаку из приюта, стараются заняться не только дрессировкой, но и специальными спортивными программами. В интернете наткнулись на фотографии Юки и влюбились с первого взгляда, знакомились, гуляли. Это моя первая собака. Было немножко страшновато, сначала было сложно, но мы с ней сейчас уже хорошо контактируем. И ноузворк, мы занимаемся ноузворком, очень сильно нам в этом помог, потому что именно данное направление помогает наладить взаимоотношения человека с собакой, лучше понимать друг друга, потому что все тренировки проходят совместно. И работает не только собака, но и человек, учится понимать свое животное и понимать, как оно себя ведет, как оно показывает корицу, как оно вообще реагирует на такие страстовые ситуации и любые соревнования. Немало увлечений, которыми можно заняться собаками и неважно с породистым псом или с дворняжкой. Самое главное преодолеть свою лень, боязнь общественных выступлений и уверяем вас, это будет только на пользу вам и вашему питомцу. Итак, еще раз, не ленитесь, берите собак и вперед на занятия. Татьяна, в некоторых странах, если собаку не взяли в течение какого-то определенного времени, не слышали такое, да, что этих собак усыпляют? Слышала. Слышали, да? Как вы считаете, мы придем к этому? Или все-таки мы долго будем строить приюты, мы долго будем, ну, как бы... Я считаю, что приюты больше для собак, которых вот именно, для людей, которые попали в какую-то тяжелую и сложную жизненную ситуацию, или нет? Как вы считаете? Ну, насчет придем или не придем, я не знаю, учитывая, что сейчас же как раз продвигается закон об автаназии. Об автаназии, да? Да. Но я про себя могу сказать, что в нашем приюте такого не будет. Угу. Угу. То есть, а, ну, бывает так, что хочется всех забрать из улицы в приют, и идет перенаселение, или там, количество больше, чем свободных мест? Ну, у нас очень маленький приют. Мы... То, что мы можем, мы делаем. Вот. У нас есть собака, которая вот как раз про автаназию, она... Я ее лично забрала с улицы, уже 7 лет прошло, как она находится. Сначала, ну, у меня не было приюта, она сидела на передержках. Потом, когда появился приют, я ее забрала в приют. Сейчас ей, получается, она была уже достаточно взрослая, то есть ей больше 8 лет сейчас. Угу. Угу. Вот. Ну, я понимаю прекрасно, что ее никто не возьмет. Угу. Понятно. А много ли людей, которые радуют за автаназию, как вы думаете? Я думаю, что достаточное количество. Угу. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, давать собаку в аренду? Или давать собаку на какое-то время? Есть такое у вас? Или можете что-то придумать? Ну, мы такое не делаем, потому что, ну, я лично за собак переживаю, за своих. Я не знаю, может быть, кто-то дает, мы не даем. Со всеми собаками удается погулять хотя бы раз в день? Мы гуляем два раза в день обязательно. А сколько у вас человек в приюте работает? Каждый день два человека в смене работают. И плюс у нас приезжают волонтеры. Ну, волонтеры в основном по выходным. Это молодежные движения часто к нам приезжают. Вот. Просто люди приезжают. Вот сейчас праздничные дни. Они просто приезжают, и мы даем поводки, они гуляют с собаками. А вообще у нас по регламенту сдержание, которое именно в нашем приюте, у нас гуляют обязательно утром и гуляют обязательно вечером собаки. Угу. Понятно. Вам кто помогает? Никто. Ну, откуда вы берете там корма, там средства? А, по поводу кормов. Ну, последний год мы вообще выиграли грант Министерства юстиции Самарской области. И по поводу кормов вот сейчас мы за счет гранта питаемся. А, понятно. Ну, я имею в виду, собаки и корки питаются. Ну, да, да, да. Слушайте, молодцы, молодцы. Все-таки полезен сухой корм или все-таки натуральный корм? Я больше за сухой корм. Больше. Ну, это удобно или что? Это удобно. Удобно. И, ну, по моим ощущениям, ну, я так думаю, что если кормить натуралкой, то нужно понимать, как правильно кормить натуралкой. То есть это должно быть полноценный рацион, там что-то, я не знаю, там творог, мясо, там еще что-то. То есть натуралка – это не суп с картошкой и не макароны. Вот, поэтому мы стараемся подбирать корма, которые действительно хорошие. Потом у нас есть собаки там и кошки тоже, которые находятся на спецкормах, на спецпитании. У нас есть коты с мочекаменной болезнью. Ну, там очень много разных собаки. И, соответственно, мы не можем натуралкой кормить правильно. Ну, что же, большое спасибо, большое спасибо. Очень было интересно вас послушать. Вынужден констатировать, что время нашей программы завершилось. Еще раз напоминаю, будьте добры братьям нашим меньшим. А вот людям делайте замечание, если вы столкнулись с фактом жестокого обращения. Говорите своим соседям, что нужно стерилизовать собаку, если она не породистая и не идет в племенное разведение. Ну, а наша программа завершилась. Всего вам доброго. До следующего эфира на нашем телеканале Самарагис. И напомню, вы смотрели программу «Хочу домой». Пока. Всем мирного неба над головой. Субтитры подогнал «Симон»